Все школьники Украины уже начинают волноваться и переживать по поводу предстоящего ЗНО. Записаться на тестирование можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования, где выпускники должны оформить регистрационную карту. Приложив к этой карточке, если это выпускник этого года, то только паспорт или свидетельство о рождении, если еще нет паспорта, если выпускники прошлых лет, то еще копию паспорта и копию аттестата зрелости, и отправить это все сформированным пакетом документов к нам в региональный центр. Разница только в том, что выпускники текущего года все вот эти свои материалы передают непосредственно ответственному за регистрацию в своей школе, а выпускники прошлых лет это сами формируют пакет и отправляют его к нам в Одесский региональный центр. Еще один важный момент. Если по медицинским показателям вам требуются какие-либо медикаменты или приборы, обязательно укажите это в регистрационной карте, чтобы потом не возникло никаких проблем. Например, нужен слуховой аппарат или нужна, допустим, диабетическая помпа или еще какое-то устройство, там, кардиостимулятор, еще что-то такое. То есть, для того, чтобы вам вы получили возможность прийти с этим устройством на пункт тестирования, вы обязательно это должны указать в регистрационной карточке, приложив соответствующий документ медицинский, справку, что вам этот препарат необходим в постоянном пользовании. Если так, все, вас пропустят с этим же слуховым аппаратом на пункт тестирования. Если нет, то на пункт тестирования запрещается проносить любые электронные устройства, считывающие, печатающие устройства. Зарегистрироваться на ЗНО можно и лично, если с компьютером не сложилось. Так, на сегодняшний день в Международном гуманитарном университете уже открыт пункт регистрации. Здесь вам помогут не только записаться на тестирование, но и расскажут, что и как будет. Подать документы можно в будний день с 9 утра и до 15.00. При себе необходимо иметь ксерокопию паспорта обязательно. Иметь для выпускников прошлых лет – это аттестат об окончании средней школы. И две фотографии, три на четыре. Если нету еще паспорта, достаточно иметь при себе свидетельство о рождении. Не обошлось и без нововведений. Так, в этом году результат ЗНО будет действителен целых два года, а не год, как ранее. В 2017 году будет действовать сертификат и 2016, и 2017 года. Поэтому тот, кто, скажем, не очень хорошо сдал какие-то предметы в 2016 году, он может их как бы доздать, лучше пересдать в 2017 году. Главное помнить, что регистрация длится до 17 марта. И к этому времени нужно успеть записаться на тестирование. Ну или ждать еще целый год. Так что выбор за вами.